Интер-ТВ приветствует вас в эфире новости и вот что мы расскажем сегодня. Сверка покажет разницу в сумме долга перед поставщиками ресурсов, подвергнут тщательной проверке. Все средства хороши, в борьбе за жилфонд управляющие компании проявляют излишнюю навязчивость. Дополнительная группа детский сад в поселке Кузино принял на 20 воспитанников больше. Также расскажем об успехах первоуральских танцоров и в каком фильме снялась наша землячка. А сейчас подробности. Кто сколько должен покажет сверка ситуацию с коммунальными долгами. Первоуральска обсудили в областном правительстве. Речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии по вопросам подготовки муниципалитетов к отопительному сезону. Дело в том, что по данным администрации Первоуральска сумма долга городских управляющих компаний составляет порядка 113 миллионов рублей. Однако с этой суммой категорически не согласны поставщики ресурсов, в частности компания СТК. По ее подсчетам долги города в пять раз больше, то есть порядка 500 миллионов рублей. При этом и поставщик тепла, и администрация Первоуральска настаивают на проведении сверок финансовых затрат с управляющими компаниями. Однако, по мнению Юрия Переверзева, заместителя главы по вопросам финансов и инвестициям, в подписании актов сверок сами ресурсники не заинтересованы. Было принято решение уже теперь в больших кабинетах, чтобы собраться и управляющим компаниям со СТК подписать акты сверки. У меня почему-то есть такое опасение, что эти акты сверки не будут подписаны именно со стороны компании СТК. Потому что, на мой взгляд, все, что сейчас происходит, им невыгодно, чтобы эти акты сверки были подписаны. Объясню почему. Ярчайший пример. Управляющая компания Домплюс. Высылается акт сверки в сторону управляющей компании Домплюс, где написано, что Домплюс должен 80 миллионов рублей. То есть мы на совещании начинаем разбирать этот вопрос, выясняется, что оказывается у Домплюса подписанный договор переуступки прав требований на 37 или на 38 миллионов рублей. В акте сверки он не учитывается. Но извините, ребят, вы тогда все документы сведите, это же работа. То есть это простая бухгалтерская работа. Войне зажил фонд «Все средства хороши», доказывают управляющие компании. Очередной коммунальный дележ происходит в Доме 53Б по улице Вайнера. Одна коммунальная организация в настоящее время обслуживает дом. Вторая банкрот не хочет сдавать позиции и по-прежнему присылает свои квитанции. Третья организация, которая никаких отношений с жильцами не имеет, успевает устанавливать в подвале свои приборы учета. О новых методах и средствах борьбы за жилфонд расскажет Александра Поддубная. Я считаю, что часть платит, часть платит, часть платит. Апофеоз коммунальной войны. Жители дома 53Б по улице Вайнера разделились на два враждебных лагеря. Каждый платит своей управляющей компанией. Большинство жилищному сервису, который уже год обслуживает дом. Другие все еще верят нашему городу. Это компания, работающая, жилищный сервис. Все за нее будем, когда есть кто против, пожалуйста. Но суть против. Я, например, за сервис. Мы за сервис. Почему вы решили, что вы выиграете следующий суд? Вы два уже проиграли. Почему вы решили, что вы изъедете? Почему вы взяли, что мы проиграли? Наш город. Я из тех. Я знаю. Это все равно, что вы проиграли. Тему поднимают избитую, но актуальную. Почему до сих пор существуют двойные квитанции? Наш город, компания «Банкрот», специально не исключает дом из договоров с ресурсными организациями. Поэтому жилсервис ждет судебных решений. Однако выясняется, что повод для собрания совсем другой. Предложить услуги управляющей компанией «Даниловская» пришел директор организации Константин Булышев. У нас нет двойных квитанций. У нас нет квитанции нашего города и Даниловского. У нас нет каких-то еще других квитанций. То есть сначала мы решаем вопросы с управляющей компанией. Сначала мы заключаем договоры с ресурсниками. И только после этого выставляем квитанцию. Вот этих вот жильческих у нас нет. Жители не могут понять, кто позвал сюда представителей третьей управляющей компании и зачем. Выяснилось, что инициатор собрания стал им совершенно случайно. Гражданка Новикова лежит в больнице и о Даниловском вовсе не слышала. Поэтому Константину Булышеву задают вопросы, которые предназначались нашему городу. Если от нас уходит УК «Наш город», где его представители, которые нам квитанции выставляют? Вот я вам начал рассказывать, вам не понравилось. А вы уже полчаса рассказываете. Мы видим работу только жилищного сервиса. Мы только же работу жилищного сервиса видим, а вот это нам выставляют уже год. Вот это что такое? Количество домов, которые обслуживает УК «Даниловская», очень быстро увеличивается. За последний год присоединилось 40 объектов. Сегодня в ведении этой управляющей компании их более 160. Как поясняет директор, все благодаря безупречной репутации и, как ни странно, беспределу в ЖКХ, который устроил Юрий Переверзев. Мы планируем иметь такой компактный райончик, где можно было бы спокойно работать. Вайнера, Батутина, Береговая. Вопрос вызывают методы расширения территории. Так, в подвале на Вайнера 53Б появились общедымовые счетчики. Без ведома жильцов представители УК «Даниловская» проникли в подвал и установили оборудование. Тем временем жилсервис составляет смету под свои приборы, которые предложат собственникам квартир. Когда специалисты спустились в подвал дома 53Б, сказали, что приборы у чего-то уже установлены. По сути, теперь жильцов ставят перед выбором – оплачивать услуги по приборам УК «Даниловская» либо ликвидировать их оборудование. Если дом продолжит обслуживать жилсервис, то это оборудование нужно будет убрать, при этом срочно. Лишь бы это не произошло в разгар отопительного сезона, как они у нас на 34-м, перед самым началом отопительного сезона, все разобрали, слили дом. И мы вынуждены были там в аварийном порядке, даже бойлер забрали. Мы вынуждены были там в аварийном порядке все восстанавливать. Александра Подубная, Ават Черноусов, Интера ТВ. Госавтоинспекция МВД России объявляет о старте новой социальной кампании «Шлем всему голова». Проект направлен на безопасность водителей и пассажиров мототранспорта. И призывает к обязательному использованию мотошлемов в поездках. В рамках кампании во всех городах Среднего Урала пройдут массовые мероприятия. Владельцев двухколесного транспорта проверят на знания правил дорожного движения. Особое внимание будет уделяться несовершеннолетним. С ними проведут профилактическую работу. Предполагается и работа с родителями. Статистика показывает, использование качественного защитного мотошлема в случае ДТП может сократить риск смертельных травм на 40%, а тяжелых – более чем на 70%. Восемь ДТП с участием мототранспорта в Первоуральске. Это больше на одно, чем в прошлом году за 7 месяцев 2013 года и 2012, если сравнение. Это в целом ДТП с участием мототранспорта. С пострадавшими 5 ДТП таких. В том году также было 5. То есть пострадавшими держатся на том же уровне. По несовершеннолетним на мототранспорте, на скутерах, мопедах проблема также остается. Три ДТП произошли с участием несовершеннолетних 16-17 лет, которые управляли мотоциклом, либо скутером, мопедом. Именно для того, чтобы таких ДТП стало меньше, чтобы объяснить населению, насколько неправильно такое противоправное поведение, что есть необходимость защищать голову, потому что транспорт очень опасный, двухколесные мопеды, мотоциклы. И проводится социальная акция, социальный проект, социальная компания, называется «Шлем всему голова». Обращаем ваше внимание на вот эту проблему. Обращаем внимание родителей на то, что управление скутером и мопедом разрешено с 16 лет при твердом знании правил дорожного движения и при наличии мотошлема. Мотоциклом с 16 обязательно должно быть наличие категории «А» удостоверения и после проведения обучения в автошколе. Занятые дети, свободные родители, два десятка юных жителей Кузина теперь отпустят своих мам и пап по нужным делам. Сами ребята будут ходить в детский сад. Там открылась дополнительная группа. Подобное пополнение в ближайшие месяцы ожидается еще в нескольких дошкольных учреждениях городского округа. Так что кому-то еще повезет попасть в детский сад. По теми, кто сегодня, не скрывая радости, отправился в садик, общались наши корреспонденты. Раз, два, три. За, проходим. Получаем у меня. В Кузина решена проблема с очередью в детские сады. Завтра 20 детишек в возрасте от 3 до 4 лет впервые станут участниками дошкольного образовательного процесса. На территории поселка Кузина сегодня мы, так скажем, выполняем указ президента о ликвидации очереди среди детей от 3 до 7 лет. Это, конечно же, особо радует, поэтому это очень важный для нас показатель. На реконструкцию помещения детской группы было выделено полтора миллиона рублей, но деньги еще остались. В ближайшее время будет закуплено дополнительное оборудование. Мы еще хотим потратить, у нас есть у нас еще денежки, мы еще закупимся. Планируется у нас еще дополнительное игровое оборудование, игрушки, развивающие игры, литература методическая, дидактические игры, развивающие игры, спортивные игры. То есть, в основном, это еще у нас игры. Игры, игры и литература. Родители малышей не скрывают своей радости. Многие из них ждут не дождутся, когда смогут выйти на работу после продолжительного декретного отпуска. Все очень нравится, все очень светло, все очень красиво. Много игрушек. Все ребятки нарядные, воспитатели нарядные. Администрация пришла. Впечатлений много, мы пока не можем выразить все. Все очень хорошо, красиво. Я еще в декрете, сейчас три годика доходит нам, будем выходить на работу, ждали места в садике. Сейчас освободились руки, время. Сейчас будем зарабатывать денежку. Мы очень долго ждали места в детский сад. И вообще очень рады. Да, Ксюша? Ты рада, что попадешь в детский сад? Мы с нетерпением ждали этого момента. Мы уже очень большие, нам три с половиной годика. Поэтому я не знаю, как мы сейчас будем себя чувствовать от мамы. Когда детки маленькие, они как-то больше адаптируются уже в группе. А сейчас мы уже привыкли очень часто быть с мамой, поэтому я не знаю, как мы себя поведем. Видите, все мама-мама. 20 мест в Кузино – это лишь первая ласточка в этом году. Насыщенными на открытие новых мест в детских садах станет август и сентябрь. А к концу года будут реконструированы и введены в строй новые дошкольные учреждения. Мы открываем в основном здесь несколько групп. Это 95 у нас по соглашению с Министерством общепрофессионального образования. Это в детских садах номер 55, 50 и другие детские сады, где у нас будут дополнительно открыты места. И уже потом это сентябрь, мы еще немножко начало сентября захватим. И потом это основные открытия будет конец ноября до середины декабря. Это уже реконструированные детские сады и детские сады после капитального ремонта. Планируется, что в этом году будет введено 1157 новых мест в детских садах. Это на 400 больше, чем в прошлом году. На эти цели будет потрачено около 700 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Алексей Николаев, Владимир Махмутов, Интера ТВ. Смотрите на центральном канале. Наша землячка теле и радио ведущая Любовь Завалишина сыграла роль в сериале, который выйдет на экраны уже в следующем году. Съемки многосерийного фильма проводит московская киностудия в одном из эпизодов и задействовали первую ралочку. Согласно роли, актрисе пришлось облачиться в монашеское одеяние. Впечатлениями от съемок она поделилась с нашими корреспондентами. Оставить мерзкие заботы и поселиться в уединенной обители. Первоуральское теле и радио ведущая Любовь Завалишина попробовала себя в качестве киноактрисы. По сюжету она – одна из монахинь, живущих в уединенном скиту, которые приютили главную героиню Алису. Девушку, роль которой исполняет Дарья Щербакова, обезобразил и бросил на произвол судьбы собственный муж. По сценарию действие происходит на Алтае, но снимали у нас по Цесертью на Тальковом камне. Туда выезжали в 6 утра, а возвращались уже поздно ночью. На съемочной площадке работать приходилось с 9 утра до 9 вечера. Почти все время в монашеском платье. Под него Любовь обычно надевала джинсы и майку. Признается, что на самом деле ряса ни капли не тяжелая. Платье, которое на меня надели, оно очень просторное, все дышит. Хлопчатобумажная, вот эта вот черная ткань, несмотря на то, что она такая вот, такого цвета, да. Кажется, что должно быть как-то жарко. Нет, все было обдуваемо прохладно. С большими карманами тоже очень удобно это платье оказывается. Монашеское. Я телефон туда припрятывала, вот с помощью которого фотографировала. Главное, чтобы зритель верил хитросплетениям сюжета. На съемочной площадке нужно гореть, но оставаться невредимой в пламени. За кадром артисты делились секретами мастерства и киношными хитростями. К примеру, медведь, который в кадре бросался на людей, на самом деле не настоящий. Опытные столичные актеры охотно шли на контакт с провинциальными коллегами. Москвичи, они очень простые. Мне очень понравилась Карина Разумовская. Вот мы попросили ее с нами сфотографироваться. Молоденькая такая девушка симпатичная. Она легко идет на контакт, на общение. Нет у нее такого зазнайства, так сказать, звездной болезни. Вот, также Евгений Морозов очень понравился молодой актер. Алексей Зубков. Все они с нами с удовольствием сфотографировались. За исключением Дарьи Щербаковой, главной героини. Я думаю, что она не захотела фотографироваться из-за того, что ей накладывали грим и делали обезображенное лицо. Грим и декорации заслуживают отдельного внимания. На съемках очень большую роль уделяли проработке деталей. Живаться в роль должны были не только люди, но и животные. А с ними порой было непросто. Все, сняли вино. Любовь рассказывает, что впереди еще и зимние съемки. Тогда снова придется облачиться в монашескую рясу. Каким будет результат, судить зрителя. Первоуральцы смогут увидеть землячку на одном из федеральных каналах в будущем году. Рабочее название сериала «Уйти, чтобы вернуться». Предварительно показывать будут его зимой 2014 года на канале «Россия». Вернулись из Сочи с дипломом. Первоуральский ансамбль танца «Арабэск» блеснул на международном фестивале. Творческий номер вызвал восторг зрителей, а члены жюри подкрепили успех высокой наградой. По возвращению в Первоуральск танцоров чествовали в городской администрации. Раз, два, три. Не могу не так, черт, черт, черт. Приметы на удачу. Перед выступлением девушки из танцевального ансамбля «Арабэск» произносят студенческую поговорку. Однако на последнем конкурсе пригодилась скорее не удача, а мастерство. Поэтому на международном состязании в Сочи Первоуралочки стали лауреатом первой премии за эстрадный танец. Сегодня их чествуют в администрации родного города, а педагогу вручают благодарственные письма. Педагогу дополнительного образования за большой вклад в развитие культуры и искусства городского округа Первоуральск и победу в открытом международном фестивале и конкурсе детского и юношеского творчества у самого Черного моря. Исполняющий обязанности главы городского округа Первоуральск Андрей Михайлович Рашков. С днём рождения, здоровья, счастья, успехов, мой и премьеративно. Спасибо. Включаем цветы. Да. И цветы у вас. Поздравления с победой и днём рождения одновременно. Для руководителя Елены Егошиной этот день вдвойне памятный. Тем более, что к пьедесталу поднимались постепенно. Сначала завоевали диплом третьей степени, в 2012 году стали лауреатами второй, а теперь и первой. В этом году судьи конкурса ожидали высоких результатов от Первоуральцев. Им даже предложили выступить на открытии. Когда пришёл вызов нам на конкурс выезжать, нам сразу сказали, возьмите ожившие фрески, египетский танец, чтобы вы на божественном открытии его станцевали. Потому что в том году, значит, вот с этим танцем мы стали лауреатами второй степени. Днём прогноз. До сих пор горят глаза и до сих пор переполняют эмоции. Участницы коллектива не скрывают радости. Всё время вспоминают тот самый миг, когда на большой сцене узнали о своей победе. Когда мы узнали, что мы лауреаты первой степени, мы очень сильно обрадовались, мы кричали на всю сцену. Кричали громче всех, мы очень сильно обрадовались. Говорят, что родные и друзья оказали самую горячую поддержку. А когда им всем сообщили об успехе, то некоторые родители даже слегка напугали девочек своей бурной реакцией. Я им позвонила, и у меня чуть уши не оглохли, они кричали «Ура!». Стабильные успехи стали залогом высокой оценки. Благодаря упорному труду и детей, и педагога дополнительного образования, ансамбль получил статус образцово-показательного коллектива. Были поданы документы в этом году на присвоение звания образцового коллектива. Сейчас они, дворец молодежи их уже обработал, и в ближайшее время, в сентябре, вот они отправляют в Москву. И я думаю, я уверена, что за все ваши достижения вы достойны этого звания образцовый коллектив. В перспективе каждые пять лет подтверждать свой новый статус. Как уверяют в управлении образования, труды первоуральских педагогов стоит отметить. Их воспитанники неплохо смотрятся не только на российском, но и на международном уровне. А это открывает новые перспективы и новые возможности. Когда Свердловская область была представлена единственным коллективом, именно ансамбль танца «Рабыск» Центра детского творчества города Первоуральска, поэтому вот такое звание, оно в принципе, сегодня, я говорю, в первую очередь это моральное, ну и возможно изменение штатного расписания, потому что оно может, в общем-то, сегодня быть увеличено, например, на еще одну ставку для коллектива. Александра Подубнова, Черноусов, Интера ТВ. А теперь коротко о погоде в Первоуральске. По информации Джасмете, в четверг 8 августа погода не порадует. Весь день будет пасмурно, пройдет дождь, ветер северо-восточный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба, максимальная температура днем плюс 17 градусов. Такие новости на сегодня, их можете сообщать и вы по телефону 29 10 55. Смотрите нас в течение дня. С вами была Надежда Титаренко. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин